всем привет друзья с вами гарик талисман аллафан вот я такой прекрасный солнечный денек я гуляю по риме не хочу поболтать короче говоря девочки мальчики мужчины женщины бабушки дедушки все кто меня смотрит в общем я сегодня справился справился короче я поехал получать посылку с родины и хотел отправить тоже подарочки на родину всем там своим питались и таски маме всем ну короче говоря приехал такой звоню скажите пожалуйста мне сказали что будут стоять возле русского магазина украину магазина с украинскими продуктами с русскими продуктами короче мама тебе в субботу ехать за посылкой и отправишь тоже ну в общем я упаковался собрался поднялся и такой причесал ну да мы типа стоим я говорю подскажите я говорю вот туда беру сказали времени только один есть магазин микс-маркет с русскими товарами а он говорит они говорит времени будем завтра и оханы бабай ну думаю понятно ну в общем хорошо что у меня здесь есть знакомые друзья в общем по пиздавал я со своими этими подарочками по всему времени ну как видите вот уже ручки освободились вот короче пошел я к своему приятелю мы посидели попили с ним кофейка оставил у него эти сумки вот но хочу вам сказать что вот виталька недавно снимал видео о драке в трамвае и что тут такого не может быть короче смотрите я когда прилетел я вам хочу рассказать такую историю я не знаю на мне так попалось или что вот в общем у меня был квест у меня был квест я прилетел в венецию вот и мне нужно было короче у меня прилет был я не помню в пол так перейти улицу надо перейти улицу пойдем искать пешеходный переход вот короче говоря от момента прилета до отправления автобуса на риме не у меня оставалось час двадцать пять вот автобусы ходят на риме не прямой рейс был только один раз в день и он был 6 часов ну я же естественно уже опытный летун летун летаю мне летать а мне летать охота я такой опытный летун вот короче я уже знаю как выходить самолета где это сама становиться чтобы быстренько пойти на погранконтроль а вот и там короче в общем я выбежал первый но там немножко запутался в этой долбанной змейки вот ну и понимаю что уже как бы у меня до отправления автобуса а мне еще нужно было получить багаж а вот и уже понимаю что до отправления автобуса мне херова гора времени не остается вот я в общем это сама ну и тут же как естественно ко мне доебались как всегда я вызываю какая-то у меня не такая внешность короче вызываю у погранцов у таможенников какой-то подозрение а вот а куда ты едешь а покажи обратный билет а у меня не было обратного билета я говорю я еду маринке феи иванова еду жениться не знаю женюсь останусь не женюсь до маринка вот ну и короче будешь это сама мысли летают короче говоря я быстренько в общем у меня был квест в общем я успел на автобус а от аэропорта венеции до стационные венеции там еще в принципе ехать где-то минут 30 40 я абсолютно не знаю итальянского языка ну практически а вот и мне нужно было короче говоря меня вели мои божьи коровки меня ввело какое-то наите в общем за пять минут я впрыгнул в этот автобус через полчаса я был на стационаре венеции и я не знаю как ребята хотите верьте хотите нет меня ноги несут вот а у меня уже был значит ситуация была такова что у меня был куплен так так как я понимал что я не успеваю значит мне нужно было это самое о мари 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 значит на море прямо ну пойдем значит прямо а вот и у меня был куплен билет на следующий день на фликс бус ну а мне сказали что я в принципе могу если я успею то это одна и та же фирма и поэтому билету я смогу сесть вот и чтоб вы понимали какая была ситуация значит мне купили билет значит 9 евро из венеции 999 из венеции до риме не вот плюс выбрали место плюс у меня два два места багажа в общем короче говоря билет стоил 17 евро вот и мне нужно было успеть на этот автобус в общем короче говоря я успел я нашел эту остановку вот и смотрите вот я звоню они спрашиваю а не там я стою не там если она ведь смотри какая линия у тебя фликс бустом и так далее и тому подобное смотрю стоят два чувака абсолютно похожие на наших вот ну и когда я уже благополучно понял что я там вот потом я что-то такое раз ну закурил уже успокоился ну и потом у меня была задача значит есть по завтрашнему билету как это вы купили билет на вчерашний спектакль на вчерашний спектакль приходите вчера я ждала вас так долго не так ли не так ли вы явились увы мне назначенный час вы купили билет на вчерашний спектакль я сегодня играю но не для вас ну вот как то так у меня был билет только не на вчерашний спектакль на на завтрашний автобус а вот ну и короче говоря дождался этого автобуса и показываешь ему ну сначала сумку поставил думаю о номер про канал короче квест выполнен успел и кстати девчонки короче эти русские нихера мне не сказали они стояли со мной ждали что они простите я русские имею ввиду русскоговорящих ни в коем случае не приписывайте мне хреновое отношение братьям русским вот ну короче говоря могли бы и пиздануть честно говоря вау 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 каны 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 вау вау молодец 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 какой молодец вот ночью короче говоря могли бы сказать что молодой человек слышишь я говорю по-русски остановка здесь в общем я сделал вот этот автобус ну сажусь значит положил сумки чувак значит сканирует qr-код и говорит нет у вас нет я у меня билет на завтра нет нет говорит нельзя короче говоря моя первая встреча с итальянскими перевозчиками закончилась тем что он мне набирает по своему значит этому планшету и показывает значит билет 35 евро ну 35 так 35 думаю почему такая разница завтра 9 евро сегодня 35 короче говоря ребятки наебали меня в конечном итоге квитанцию мне не дали ничем не не дали в общем зашу они с меня стянули 35 евро я так и не понял но я благополучно добрался времени и вот чего начал разговор хочу сказать хотел рассказать про историю про драку в трамвае про которую мне рассказывал виталик смотрите а начинаю базарить одно а уже улетел на марс на венеру на юпитер хер его знает куда вот и значит все когда был выполнен этот квест я должен был благополучно со всеми созвониться всем отчитаться вот а значит автобус дальнего следования он ехал туда вот в какие-то южные края проезжают там напали в общем туда в ту сторону вот и впереди меня сидела женщина ну я значит один звонок второй звонок третий звонок четвертый звонок пятый звонок и она такая поворачивается ко мне говорит молодой человек если вы сейчас не замолчите я вызову полицию думаю чит из дуба упала чешо я ничего не могу понять но громко я не разговаривал конечно ну какой-то хибоматы вину вата шуды ты на глуху вата но трошки прыглухенький может быть немножечко я эмоционально все это рассказывал короче говоря наша соотечественница решила по дороге если я не перестану базарить по ватсапу вызвать на меня полицию ну так вот я плавно перехожу к что я видел сегодня значит а сегодня была такая ситуация я со своими торбочками вот где-то моё море где же моё море хер его знает где моё море ты моё море тара 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 вот ну и короче значит со мной вместе значит зашло на остановке много людей вилла в руки вот и как только мы тронулись я ничего не могу понять одна женщина ну такая пожилая женщина начала кричать остановить но я понимаю в принципе как бы я как будто знаете я как собака все понимаю только сказать не могу вот принципе на слух итальянский воспринимаю нормально вот и она такая значит начинает кричать начинает своего деда этого бить по голове слышу и кликацию и шмацию шона только не молола вот и в конечном итоге смотрю звонят в полицию бляха медно думаю ну честно говоря думаю так значит я перестаю не достаю камеру потому что я столкнулся с ситуацией вот когда я снимал ярмарку короче говоря многие здесь не хотят чтобы их снимали но я уже думаю ладно то такое не буду снимать в общем чем все закончилось значит водитель объяснил это еще как я понял водитель объяснил этой женщине что по дороге останавливаться нельзя а от остановки до остановки значит длинный промежуток времени мы ехали и представляете вот какой был мой моё поражение мое удивление вот значит в автобусе это вот ну аналогичный случай в автобусе барышня хотела вызвать на меня полицию что я разговаривал по ватсапу а тут таки реально тетка вызвала полицию вот и шо вы думаете на следующей остановке открывается дверь и полицейские от не поверите каким образом какое такое быстрое реагирование что полицейские уже стояли на остановке с ее сумкой прикиньте вот ну короче говорят под новый год что не пожелается и солнышко взойдет и мечты сбываются так что я сейчас найду море и потом сделаю видео которое я хочу записать сегодня а с вами был гарри калафан пошел побазарил наговорил очень если вы меня услышали поняли что я имел ввиду это все хорошо вот кому я нравлюсь подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии кому не нравлюсь отписывайтесь и гуляйте вальсом вот всем хорошего дня прекрасного настроения все я вас всех люблю целую пока пока